Спасибо большое за то, что предложили выступить на конференции, за то, что вы организовываете ее. В первую очередь спасибо организаторам. Спасибо всем, кто пришел на доклад. И сегодня я бы хотел с вами поделиться своим опытом, в первую очередь, поиска уязвимости в смарт-контрактах. Но поиск уязвимости не только как бакхантеры, хотя называется бакхантинг, но я имею в виду не бакхантинг в плане бакбаунса только, а бакхантинг в более общем смысле, то есть поиск уязвимости в смарт-контрактах и в блокчейн-системах в принципе. Вот. Сегодня я буду говорить как бакхантер и как аудитор от OpenZepin. Когда я только начинал знакомиться с смарт-контрактами, для меня это было что-то типа криптовалюты, биткоин, эфириум, все такое. И я совершенно не видел и не знал про то, что за этим всем стоит, какая там технология и что на самом деле блокчейн – это база данных, можно сказать, просто с немного другими свойствами. Ну и устроено, поэтому немного по-другому. А смарт-контракты – это по сути обычные программы, программы, которые поверх этой базы данных работают. И многие из моих знакомых, которые тоже работают с специалистами по информационной безопасности в разных сферах, в бинарных уязвимостях, в вебе, иногда спрашивают, Никит, что у вас там в смарт-контрактах за баги такие, что один баг может привести к ущербу на 600 миллионов долларов, на 400, то есть это действительно взломы, которые происходят там буквально каждый квартал, вот, ну такие огромные, а условно поменьше гораздо чаще, чуть ли не каждый день, вот, и он спрашивает, они спрашивают, что логические баги такие. И сегодня я постараюсь на этот вопрос тоже немножко ответить, вот, но сразу скажу, что там никакой магии прям такой нет. Так. Чуть-чуть расскажу про компанию Open Zeppelin, с которой я сейчас работаю. Наша миссия – это защитить открытую экономику, и более конкретно мы аудируем смарт-контракты, и в целом то, что рядом с этим связано, инфраструктурные продукты тоже. Также у нас есть open-source решение, а если вы, например, когда-то будете писать свои смарт-контракты, то вы наверняка столкнетесь рано или поздно с библиотекой open-source и Open Zeppelin. Ну и также мы сейчас разрабатываем более продуктовые решения для безопасности, например, протокол Forte, который, по сути, является системой обнаружения уязвимостей, но не для обычных серверов, а именно для блокчейн-систем, вот, для смарт-контрактов на эфириуме в частности. Вот, но, поэтому это так, вкратце. Вот, если вам, опять же, интересно, можете пробоваться. Мы набираем сейчас людей тоже. Что ж, немножко продолжу историю про то, как я в целом в бэкхантинг-смарт-контрактах пришел. Случилось это, по-моему, в 2021 году, после BHADACE. И тогда мы сели, начали CTF там решать с ребятами. И я, наверное, подошел к этому делу не очень удачно, потому что я сразу решил решать CTF, сразу открыл зернаут, и это было больно, потому что было совершенно непонятно, какой технологический стек, почему, что я делаю в браузере, куда это потом отправляется, как это взаимодействует, где эти смарт-контракты находятся, как они исполняются. То есть я был в очень большом замешательстве, где-то месяц я в таком замешательстве пробыл, пытаясь решать CTF-ки сразу сходу и просто читая документацию. Но потом, методом 2 по ошибок, я вышел на более теоретические знания, их подкрепил, потом опять же пришел опять к практике, уже тогда подкачался и уже пошел дальше бакхантить, искать уязвимости и находил уязвимости, по большей части автоматизированными инструментами, которые я сам создавал. Ну и потом решил работать в более структурированном подходе с компанией, с аудитом смарт-контрактов. И, возможно, я хотел бы этот доклад, как такой в общем, представить вам так, чтобы показать, какой путь вы могли бы выбрать, или даже не выбрать, а какому пути вы могли бы следовать, чтобы совершить как можно меньше ошибок, у вас было меньше боли, которые я испытал. И, по сути, у вас, вы как-то могли бы получить какую-то пользу из моего опыта. И ваша жизнь была бы чуть-чуть легче, чуть-чуть приятнее. Ну, что ж, то, с чего бы я предложил начать, и то, с чего бы я хотел бы начать, когда я только начинал, это вот эти ресурсы. В первую очередь, книга «Mastering Theorem». Это очень основательная книга по тому, как работает блокчейн, в частности, эфириум, начиная от консенсуса алгоритма, execution layer, то есть уровень исполнения виртуальной машины, дальше смарт-контракты, дальше фронт-энд и так далее. DeFi MOOC – это проект, который создан несколькими университетами. И он, собственно, рассказывает про блокчейн в целом, но больше в контексте DeFi, так называемого. Это про приложения, которые построены, про смарт-контракты, которые реализуют финансовые инструменты различные. По большей части это зеркало финансовых инструментов, которые есть в традиционных финансах, но там есть и нововведения, то есть это такая очень интересная область, то как раз за счет чего блокчейн много сейчас двигается вперед. И я под звездочками оставил еще два ресурса. Finematics – это больше такой на общем уровне. Это можно даже не техническим специалистам рекомендовать. Человек очень хорошо рассказывает про DeFi, как это на верхнем уровне работает. И Fundations of Blockchains – это замечательный курс лекций от Тима Лофф-Гардена, который, по-моему, он в университете Колумбии преподает. И здесь он рассказывает прям очень четенько, очень по полочкам все раскладывает в теории блокчейна, а именно с точки зрения базы данных, с точки зрения безопасности, то есть как технология, как математически обосновывается все это дело. И если вы хотите прям очень основательно, то Fundations of Blockchains – это очень хорошее источник. Как я уже говорил, конечно же, я довольно много практиковался. Вот здесь очень приходит на помощь Ethernaut. Это, по сути, набор сетей в челлен, сетей в задании, которые периодически мы обновляем, и вы тоже можете туда контрибутить в задания. Это open-source проект. Поэтому там прямо от самых простых и там до достаточно сложных и реальных атак есть задания. То есть можно потренироваться. Then Vulnerable DeFi – примерно то же самое. Туда тоже можно контрибьютить. Вот. А Capture Deaver – тоже хороший проект, но он, к сожалению, сейчас уже подустарел. Он не обновляется. Вот. И многие уязвимости, которые там есть, они не особо актуальны уже для текущих приложений. Вот. Но если вам первых двух ресурсов будет мало, конечно же, можно и Capture Deaver порешать. Когда у вас уже будет некоторая платформа, некоторое понимание и некоторые практические навыки того, как можно вообще со всем этим делом взаимодействовать, можно, конечно, можно, вы, скорее всего, придете вот примерно к такому пониманию того, как выглядит стек за централизированных приложений. То есть, и он на самом деле очень сильно похож на стек веба. Если мы посмотрим, сверху у нас будет JavaScript фонт-энд, то есть все XSS, все JavaScript prototype Pollution, все остальные фонт-энд уязвимости, они все здесь актуальны. Плюс очень актуально становятся уязвимости расширения для браузера, потому что JavaScript фонт-энд, он обычно общается не напрямую с блокчейном, а он общается с так называемыми кошельками, хотя это очень неудачное слово. На самом деле под кошельком здесь подразумевается софт, который хранит приватный ключ и управляет им, подписывает транзакции и принимает на вход данные от фонт-энда и правильным образом отправляет их в форме транзакции или в форме запросов во блокчейн. Почему это назвали кошельком, для меня не совсем понятно, но, к сожалению, такая терминология сейчас устоялась. Один из примеров такого софта может быть MetaMask. Вот если вы с блокчейном взаимодействовали, наверняка вы взаимодействовали с MetaMask. Дальше эти кошельки, они взаимодействуют с блокчейн-нодой, причем нода, она может быть в облаке, вот у вас будет просто юрера тогда от этого облачной ноды, либо может локально ее поднять. Это уже вам решать, вот, это не столь принципиально. На блокчейн-ноде будут запускаться смарт-контракты, которые будут запускаться в контексте, в случае эфириума, эфириум виртуал машин, либо какого-то другого блокчейна. И вот этот экзекьюшн-лейл, который, собственно, исполняет смарт-контракты, он будет, как бы, строиться поверх, на самом деле они довольно сильно взаимосвязаны, но условно он строится поверх консенсус-лейлера, который, по сути, хранит данные, хранит, который, по сути, есть блокчейн. Вот, чтобы, если вы хотите более подробно всю эту цепочку посмотреть, что происходит, например, после того, как вы нажимаете на кнопку перевести кому-то один токен, любой, то вот рекомендую по вот этой ссылочке. Статья What Happens When You Send One Die? Тинчо очень хорошо разбирает прям в подробностях, что в какой момент времени происходит. Что ж, мы немножко посмотрели на то, как технология выглядит в общем. Давайте теперь присмотримся к тому, какие уязвимости там могут быть, какие классы уязвимостей и, может быть, какие навыки вам нужны будут, может быть, новые, или какие навыки уже существующие вы можете применить в охоте за уязвимостью, в смарт-контрактах, в блокчейне в целом. Смотря на байбалти-программы и в целом на проекты, я могу выделить четыре основные области навыков. Первые самые объемные, наверное, конечно же, смарт-контракты, собственно, сами приложения. Примером языков, на которых пишут смарт-контракты, могут быть Solidity и Viper. Это, наверное, на Solidity будет написана большая часть смарт-контрактов, на Viper чуть меньше. Но сейчас, конечно же, развиваются и другие технологии. Много смарт-контрактов на Rust есть. И, конечно же, появляются новые языки, такие как Cairo. Они уже для рулапов, не для блокчейнов, а для рулапов. Мы в конце презентации чуть больше поговорим про то, что это такое. И поэтому они новый язык создали. Потому что там обычный не подойдет. Там есть очень серьезные ограничения из-за зеленого криптографии. Дальше довольно большой пласт. Это, собственно, вот эти вот самые кошельки, вроде MetaMask. И в целом фронт-энд приложений. Очень-очень много взломов, которые происходят в смарт-контрактах. Это взлом пост-фронт-энда. То есть, например, DNS взламывают. Находят, например, XSS. И эксплуатируют ее в браузере. Так что здесь это прям вот напрямую. Навыки из веба сюда можно транслировать. Может быть, только чуть-чуть разобраться с тем, на какие API-шки ходят. Фронт-энд. Но в целом там практически все то же самое. Следующая большая область – это безопасность блокчейн-нод. Или в целом нодов в сети в каком-то. Как правило, здесь в основном будут уязвимости, которые вы бы встретили в серверах, написанных на голенге, расти или на других языках программирования. Просто голенг и расти – это те языки, которые больше всего в нодах используются. Например, если вы умеете их файзить хорошо, или вы в целом application security engineer в этой области, то вам достаточно легко будет, я думаю, аудировать ноды. И также консенсус алгоритмы, в целом сетевые алгоритмы – это тоже то, что в нодах довольно большая их часть, и то, что тоже можно анализировать. Хорошим примером будет являться сами ноды эфириума. Их, по-моему, около 5-6 штук, самых крупных таких, на консенсус уровне и еще 5-6 на execution уровне. И там даже есть ноды на Python, на JavaScript, на TypeScript, на C-Sharp, по-моему, даже есть. То есть практически любой язык есть, практически. Можете спокойно, думаю, что это найти. И, конечно же, что очень приятно, я думаю, для тех, кто занимается криптографией, достаточно много инноваций в криптографии сейчас происходит именно в блокчейн-сфере, в частности, в области зерновой криптографии. Я вам здесь много не расскажу, но можете писать кэш Сыновскому, наверное, и он ходит на его доклады, и он про это прям супер много может рассказать. И, очевидно, когда эта технология больше и больше используется, и это достаточно экспериментальная вещь все еще, появляется в большой простор для того, чтобы где-то совершить ошибку или с нашей стороны найти выделенность. И примерно такой программой может служить программа Stack Network. Это сеть, которая построена для приватных транзакций. Как вы, наверное, знаете, все транзакции на блокчейне, на традиционном, они все публичные. Вот, все их можно видеть. Но это не всегда подходит, поэтому сейчас строят блокчейны, в которых будут приватные транзакции. Если говорить более конкретно про типы извинности, то, я бы сказал, нет каких-то сейчас устоявшихся методологий, типа как у вас, под тем. В том смысле, что они есть. Например, есть DASP, тут-то аналог, но они очень быстро устаревают, потому что новые приложения, новые типы приложений выходят довольно быстро. Какие-то типы извинности становятся совершенно неактуальны. То есть мы видим, что в 2018 году был примерно такой список, но я бы сказал, что в 2020 практически половину, даже практически половину можно вычеркнуть из этого списка, потому что, например, проблемы, связанные с переполнением, с целочисленным переполнением, которые здесь под номером 3 Арифметик, они уже не особо актуальны, потому что в Solidity, например, целочисленное переполнение проверяется автоматически, эта проверка добавляется на этапе компиляции. Нужно прям выстроить себе в ногу, чтобы действительно сделать переполнение. Проблемы с тем, что люди не совсем понимали, откуда брать рандомные, случайные числа на блокчейн, и с тем, откуда безопасно брать, откуда нет, это тоже уже не очень актуально. Сейчас есть сервисы, которые это предоставляют. Ну и в целом все более-менее поняли, что от таймстэмпа, от хэша уже не совсем случайные числа, и майнеры или валидаторы могут ими манипулировать. То же самое относится к манипуляции временем, и то же самое относится к коротким адресам. Но если говорить про то, как из моего личного опыта, что я вижу сейчас, наверное, я могу выделить эти шесть классов уязвимостей, которые наиболее распространены в смарт-контрактах. Первые три-энтранса не удовлетворяются. Когда один контракт вызывает другой контракт, то если другой контракт контролируется злоумышленником, он может обратно вызвать первый контракт, и первый контракт может быть не в том, может пройти какие-то проверки, но не успеть поменять состояние, то есть записать какие-то. И ты, собственно, зайдя, вызвав второй раз первый контракт, мы можем пройти проверки еще раз, при этом логически это будет ошибка. И одни из самых больших взломов в смарт-контракте случались как раз из-за этой уязвимости. И исправить ее на массовом уровне нереально, это нужно просто при программировании помнить о том, в какой последовательности нужно располагать записи переменных, проверки и вызов внешних смарт-контрактов. Второе – это access control, уязвимость и авторизация. Здесь, наверное, без комментариев. Все знакомы с ними. В любом приложении, где вы хотите создать роли или права доступа, у вас сразу возникает возможность того, что вы забудете или неправильно проставите роли, будет проблема с авторизацией. Третье – манипуляция оракулом. Оракулы, если в очень общем контексте, это программы, которые доставляют данные off-chain, то есть не с блокчейна, а откуда угодно, из реального мира, по сути. На блокчейн. Вот. И часто, если не знать определенных тонкостей, то можно построить свою программу так, что она будет… что можно будет изменить значение оракул и таким образом проэксплуатировать вашу программу, ваш смарт-контракт. Четвертое – это проблемы с вычислениями, такие как округление, такие как скейлинг, потому что в Solidity нету как таковых числа с плавающей точкой, там есть только числа с… как бы… и только интеджер, и поэтому все числа с фиксированной точкой или с плавающей точкой – это программисты сами надстраивают, вот, и там можно легко с этим ошибиться, когда это делаешь. И также часто очень просто неправильно переносят те формулы, которые расписали на бумаге в, собственно, смарт-контракт. Вот это тоже не самая простая задача – сделать это все корректно. И, наверное, например, в вебе уязвимости, которые связаны с вычислениями, не так актуальны, потому что в вебе мы в основном работаем со строками, трансформируем их, трансформируем их, трансформируем, парсим их, складываем их в базу данных. Вот там в обычном вебе больше простроки, и поэтому там очень много инъекций, очень много проблем с интерпретацией данных, таких как, например, HTTP-дсync, когда у вас backend читает заголовки одним способом, frontend читает заголовки другим способом, и из-за этого можно всякие разные вещи, интересные, которые кэш-поизонинг тоже в ту же корзину. То есть очень-очень много связано со строками. А в блокчейне же, наоборот, строк довольно мало, они редко используются, и поэтому и инъекции как таковых там, может быть, есть, но их очень тяжело найти где-то. Но при этом математика там довольно много используется. То есть в DeFi протоколах часто бывают сложные математические формулы, и поэтому, например, если в вебе с математикой найти какие-то проблемы довольно тяжело, ну, если это так не банковские приложения, то в блокчейне, наоборот, этого прям довольно много. Пятый пункт – это небезопасное использование низкоуровневого программирования. То есть Solidity – это довольно высоковый уровень язык, и он при компиляции добавляет очень много проверок, для безопасности в том числе. но зачастую компании хотят оптимизировать свои контракты и начинают писать низкоуровневый код, и, конечно же, это часто приводит к ошибкам. Там нужно быть очень-очень аккуратным и очень хорошо понимать, как работает эфиром виртуальной машины. И шестое – я написал BusinessLogicBugs, но это на самом деле любая уязвимость, которая не попадает в первые пять категорий, и при этом ее как бы нельзя по разным проектам проверить, потому что она вот специфична, конкретна для данного проекта, будет только релевантна. Но, опять же, эти типы уязвимости, они не высечены в камне, они тоже меняются, и поэтому очень важно постоянно следить за тем, что происходит в этой сфере. И для меня лично два таких самых удачных и полезных ресурса – это React News сайт. Они пишут про взломы именно, и, как правило, про самые большие взломы. И рассылка новостная BlockchainFlightIntelligence, там человек пишет в целом про уязвимости, про bug bounty, то есть много-много-много статей собирает, дедуплицирует их, выбирает самые качественные, и каждую неделю отправляет рассылку. Очень много оттуда полезной информации нахожу. И, наверное, если сказать про то, что сейчас именно в тренде, то это взлом мостов, так называемых. Мост – это программа, которая позволяет соединить вам два разных блокчейна, между ними данные передавать. И мне кажется, что в ближайшем будущем, это опять же только мои прикидки, что будет довольно много, может быть, довольно много ошибок в конфигурации смарт-контрактов, про это мы чуть позже поговорим, и также взаимодействие между смарт-контрактами на layer 1, то есть это условно… Эфириум называют layer 1. Поверх него, например, строят системы, которые используют эфириум как основу для безопасности, но в этих системах тоже можно писать свои смарт-контракты. И вот они между собой могут взаимодействовать. И сейчас таких систем не супер много, но мне кажется, в ближайшем будущем будет больше, и это, соответственно, мне будет становиться сложнее, и изюмностей в их взаимодействии будет тоже довольно много, потому что там есть детали, про которые, если не знать, то легко оба себе ошибку. Немножко про более общий контекст. В отличие от веба, такого общего и большого, в блокчейне обычно, если компания серьезно занимается безопасностью, то она проходит несколько аудитов, прежде чем выпустить продукт. Во-первых, они гораздо меньше кода, намного-намного меньше кода. То есть проект в 5000 строк кода – это уже огромный проект, или в 10 000 строк кода – это огромный проект в блокчейне, в смарт-контрактах. И поэтому... ...то есть, например, если в вебе у вас один сервер положат, или там часть данных смогут раскрыть, то это не супер страшно. Тяжело найти в вебе уязвимость, которая там сразу все сервера в компании сможет положить или все данные удалить. Это такая непростая задача. А в блокчейне – это вполне реально. И поэтому здесь, наверное, отношение к безопасности чуть более серьезное. И с точки зрения аудитора это не так приятно, потому что от тебя как бы неявно ждут, что ты должен или должна найти все уязвимости. Но это, очевидно, нереально. Очень-очень сложно. Вот. И, соответственно, это сказывается на бакхантинге тоже. На бакхантинге в смарт-контрактах еще тяжелее, чем в вебе найти какую-то уязвимость. Но при этом есть несколько таких особенностей. Во-первых, аудиты, как правило, не проверяют именно конфигурацию проекта, то есть когда его уже раскатили в сеть, когда он уже работает, а правильно ли его сконфигурировали. Или, например, как в случае с протоколом Wormhole, его неправильно инициализировали, и таким образом можно было инициализировать его еще раз, и человек, по-моему, выплатили 10 миллионов бакбаунти или что-то в этом роде. Вот. То есть одна из самых больших баунти пока что в истории. Аудиты смотрят код в какой-то определенный момент времени, а протоколы постепенно обновляются, и очень выгодно смотреть именно на обновление протоколов, потому что их, как правило, дополнительно не аудируют. Вот. И примером такой ошибки может случиться одно из обновлений протокола Compound, которое год назад примерно случилось, когда там 100 с лишним миллионов долларов, по-моему, распределили неправильно из-за ошибки в протоколе, из-за ошибки в обновлении. Ну и, конечно, смотрите еще на те проекты, которые пропускают аудиты. Такие, к сожалению, тоже есть. Их тоже довольно много, кстати. Вот. Если вы будете смотреть на передовые проекты, скорее всего, их 4-5 аудит компании проверили, там уже тяжело будет что-то найти. Но проекты, некоторые проекты почему пропускают аудиты? И при этом у них есть бакбаунти. Так, я вижу, мы уже потихоньку приближаемся к... Время течет быстро, поэтому я тоже немножко ускорюсь. Процесс бакхайнсинга выглядит примерно так же. У вас есть первый этап разведки. Как правило, на входе у вас будет либо GitHub-репозиторий с исходниками, либо у вас будет адрес в блокчейне, и, как правило, вы можете перейти на Etherscan, и там будет верифицированный исходный код. То есть исходный код у вас практически всегда будет. Еще есть небольшой лайфхак. Есть проект deeth.net. По сути, вы просто точку меняете на deeth.net, и у вас контракт подгружается из Etherscan в VS Code в браузере. Вот это прям очень удобно. Вот можно там плагин устанавливать и все остальное. Очень легко смотреть. Как правило, есть и вам дадут и адрес, и жилого контракта, и GitHub-репозиторий с кодом. Когда я смотрю контракт, я обычно начинаю с ручного анализа. Вот. И для этого я просто использую VS Code и подсветку для языка Solidity, и, собственно, все, никаких особых инструментов не использую. И когда контракты более сложные, а сейчас это все чаще и чаще происходит, я взаимодействую с ними вживую. Обычно с помощью Foundry. Это инструмент, написанный на раз. Но также можно использовать Hardhead или любой другой фреймбор, который вам нравится. Ну, на самом деле, в ходе своего бакхандинга больше всего уязвимостей я нашел с помощью автоматизированных инструментов, которые я сам писал. Вот. Здесь, наверное, собственно, его и про него больше всего я расскажу. Solidity Parser. То есть это, по сути, просто JavaScript программа, которая парсит Solidity файл в Abstract Sensex S3. И дальше вы уже по этому Abstract Sensex S3 можете какие-то интересные вещи понимать. Например, вы можете смотреть, какие новые функции в контракт добавляются. Вы можете смотреть, какие модификаторы этой функции. И дальше уже писать поверх этого какие-то свои правила. И, например, я в прошлом году написал анализатор, который все смарт-контракты на BugBounty каждую неделю просматривает и вычленяет из них функции и какие модификаторы и условия в этих функциях есть. И каждую неделю я, собственно, смотрю диффы этой информации и понимаю, какие новые функции добавили, может быть, в протокол. И пытаюсь понять, есть ли здесь проблема авторизации. Может быть, ребята забыли модификатор с авторизацией добавить. Или забыли какое-то условие добавить для авторизации. Вот. И около десятка багов в предыдущем году я таким образом нашел. Вот. То есть, казалось бы, довольно простой подход, но он работает. Также есть SimGrep. Это такая более универсальная инструмент. Он поддерживает Solidity. Вот. Для примера правил для SimGrep можно посмотреть репозиторий компании Decurity. Кстати, русские ребята. Вот. Там очень хорошие примеры, как SimGrep можно использовать для языка Solidity. Такими более общими инструментами, такими как Sleezer или Fizer, как Yehidna, например, такими я ничего не находил. Вот. Но мне кажется, потенциальных есть, если их правильно настроить. Вот. И очень важным шагом здесь является создание Proof of Concept. Обычно для создания Proof of Concept вы будете использовать Foundry или Hard Hat. И вы будете, это называется, форкнуть MainNet. По сути, вы будете, у вас будет локально копия контрактов, которые уже задепловлены в сеть. И вы сможете с ними локально взаимодействовать, и при этом не влияя, не эксплуатируя то, что вживую сейчас работает. Вот. Это очень удобно. Вот. И потом по результатам вашей работы у вас будет скрипт, который любой человек может запустить, и увидеть, как эта атака сработала бы в реальной сети. Вот. И вы, собственно, этот скрипт и будете в программу отправлять, как Proof of Concept. Пару слов про то, где мы на баккранте и в чем отличие. InUnify, бакбанг-площадка, тут не сильно отличается от хакерлона баккрауда, просто она фокусируется на смарт-контрактах и блокчейне. Кода Вина. Вот этот проект уже довольно сильно отличается. Два главных отличия в том, что здесь обычно не байпанте программы, которая бесконечно длится, по сути, а как аудиты, то есть у вас есть определенная граница времени. И при этом, если вы находитесь в дубликат, то вам за него тоже выплачивают. То есть сумма выплаты за дубликат делится между всеми, кто нашел этот дубликат. Вот. И это очень приятно. То есть если вы пришли на какой-то контекст, нашли сколько-то уязвимостей, то вы за них получите выплату. Вот. Независимо от того, он шел или кто-то еще, эти уязвимости или нет. Вот. Это очень интересно. И третий проект, про который я хотел бы упомянуть, это Heads Finance. Здесь, наверное, самое интересное в том, что они очень-очень сильно пытаются децентрализовать этот протокол. Сама система построена поверх смарт-контрактов, и когда вы репортите уязвимость, вы, по сути, взаимодействуете со смарт-контрактом, вот, шифруете свой репорт, заливаете его на IPFS. Вот. И, наверное, из такого, из более практичного, здесь интересно, что выплаты будут динамические, в зависимости от того, сколько в проект люди, по сути, задонатили. Вот. И чем более популярный проект, тем, естественно, больше, ну, не донатов даже, а вот денег в этот vault, в это хранилище положит. С CTF-ами, наверное, не все так весело. Из таких, из суперкачественных CTF-ов, а не соревновательных, я лично знаю только про продайм CTF. Вот. В этом году он недавно прошел. И вы у них на GitHub'е можете найти задания, которые у них были, вот, и тоже порешать, если интересно. И, наверное, я хотел бы упомянуть, что сейчас этот власт очень активно развивается, и помимо так называемых Layer 1, как Ethereum, например, есть, собственно, альтернативный Layer 1, построенный совершенно на других технологиях, такие как Solana, например, там смарт-контракты на Rust пишут. Есть Layer 1, похожие на Ethereum, такие как Avalanche, например, там Ethereum виртуол-машин внутри. Но также есть и Layer 2. Это, по сути, решение программы, которые нужны для того, чтобы масштабировать всю систему. И ярким примером может служить StarkNet с Cairo языком. Вот, там, пока что это в Альфе еще StarkNet, но уже, я думаю, через год где-то будут продакшн-контракты, вот, и там аудировать на Cairo тоже будет довольно актуально. Ну, собственно, чуть за время я ушел. Надеюсь, что теперь, если у вас не было понимания, может быть, вы хотели смарт-контрактами заняться или блокчейну, теперь у вас это понимание есть, и вы знаете, может быть, даже хотя бы с чего начать. Вот, очень здорово. Если ничего интересного не было, ничего полезного, то, конечно же, очевидно, можете просто забыть про все это, вот, и дальше заниматься своими делами. Вот, но надеюсь, что-то полезное было. Вот, и еще раз спасибо, что пришли.